На моем влоговом канале совсем скоро жахнет отметочка в 30 тысяч подписчиков. И в связи с этим, совместно с магазином SkyBit, ссылочку на который вы найдете в описании, мы будем разыгрывать глюкофон. Для того, чтобы участвовать в этом розыгрыше, вам нужно будет написать комментарий с нужной нам информацией под роликом, ссылочку на который вы найдете в описании. Там нужно будет написать, зачем вам этот инструмент и почему мы должны подарить его именно вам. Далее вы должны будете подписаться на паблик магазина SkyBit ВКонтакте, после этого подписаться на мою личную страницу ВКонтакте, ну и соответственно оставить ссылочку на свою страницу, чтобы мы могли с вами связаться. Всю информацию и ссылочки вы найдете в описании. Всем привет, с вами Лео и вы на канале Hellscream Academy. А сегодня мы с вами поговорим на одну очень неоднозначную и странную тему. Ну, во всяком случае для меня. Для кого-то она может быть совершенно непонятной и даже незаметной. Все вы замечаете, как ваши любимые вокалисты периодически выступают так, что такое ощущение, что он просто не хочет выступать. То есть вы знаете, что человек может делать, что он делает, и то, ради чего вы пришли, и то, за что вы его любите. Но вы, приходя на концерт, просто видите какой-то лютый фейспалм, и так просто смотрите другие видосы какие-то концертные, и думаете, парень, а что же сегодня с тобой не так? Плохое настроение или что вообще с тобой? Почему так происходит? Мне кажется, самой основной причиной здесь является просто нереально огромное количество концертов. Некоторые музыканты работают на износ и играют просто бесконечное количество концертов. Представьте, там, допустим, 200 концертов в год. Это для вас просто челлендж. Представьте себе, что вы берете концертный сет своей любимой группы, которую вы там сходили, например, вот на днях, там, Бременида Хорайзен играли, и 30 секунд до Марса, про которых мне, кстати, все написали, что Джаред Лето как-то странно и очень днищински звучал на этом концерте. Но я посмотрел видосы, увидел, что он постоянно дергается за радиосистемой, пытается себе подрулить мониторинг, то есть там какие-то проблемы, видимо, технические непосредственно в этом плане были, потому что он, когда периодически начинал петь, там просто куда-то мимо улетал, но это больше на технические неполадки похоже. Но мне многие все равно писали про него, что он достал, и он большую часть концерта за него поет в зал, он там сует микрофон в зал и типа радуется этому. На самом деле, этому, мне кажется, есть объяснение. Во-первых, может быть плохое самочувствие и настроение. Настроение может быть таким, знаете, больше депрессии какой-то. Вы по-любому с этим сталкивались, когда вы просто сидите, и у вас даже руки не поднимаются. Вы просто не можете себя заставить ничего делать. Вот вообще. Как в таком состоянии петь, вы, я думаю, сами догадываетесь. Петь, да что-то вообще делать, как бы, когда вы просто... То есть, ну, как бы, это бывает, это бывает. Но когда это продолжается постоянно, мне кажется, это связано как раз с челленджем, который я хочу вам предложить. Для меня это вообще просто недоступная какая-то вещь, потому что, ну, это сумасшествие. Вы берете концертный сет-лист своей любимой группы, то есть именно группы, которую вы слушаете, то есть вы знаете точно сет-лист, который они играют. Заряжаете его себе в плейлист. И каждый день слушаете его минимум пять раз. Почему пять раз? Первые три вам будут считаться именно за то, что, типа, вы написали эту музыку, вы ее уже слышали. То есть, допустим, написали, сделали демку, записали, выпустили альбом. Вот они эти три раза. После этого это саундчек перед каждым концертом, каждый день. И само выступление. Я думаю, что немногие продержатся больше недели. Потому что, реально, пять раз подряд слушать одно и то же, это дичь. При этом пять раз слушать одно и то же раз в день, каждый день, на протяжении двухсот дней, оооо. Вот в этом как раз и заключается проблема такого плана команд, который слишком много выступает. Им просто надоедает играть свои же песни, потому что они уже приелись до такой степени, что они, ну, просто уже неинтересны им абсолютно. Они не чувствуют их. Просто, знаете, вот как будто отбилось уже совсем, и никаких ощущений нет. Например, Металлика с этим делом борется каким образом? У них огромное количество альбомов и огромное количество песен. И именно за этим они постоянно репетируют перед концертами. У них, вот если видели, на Ютубе есть эти видосы, где они, типа, репают в небольшой комнатушке. Они там учат, старые песни разучивают, которые они не играли, там, 10-20 лет, там, вот такого плана. То есть это разбавляет им основной сет-лист каким-то развлечением. То есть они начинают жить. А вот когда ты, допустим, как тот же самый Джаред Лето, у тебя музыка практически вся одинаковая, и ничем не отличается одна песня от другой, ну, если посудить, так вот, сами, я думаю, согласитесь с этим, потому что реально у 30 секунд до Марса довольно-таки попсовая и очень простая музыка, которая, естественно, в какой-то момент может просто надоесть. И я думаю, что Джареду как раз именно надоело все это, потому что то, как он выступает последние, там, несколько лет, ну, это реально печальное зрелище, потому что он выходит на сцену и такой, знаете, изображает какой-то слишком крутой пафос, потому что, ну, такого просто нет даже в нем нет, когда ты смотришь на его, там, какие-то интервью и другие выступления. То есть он специально играет эту роль суперзвезды для того, чтобы ничего не делать. Там кто-то меня спросил, что ему, деньги лишние? Ну, как бы здесь логика в том, что у него их уже столько, что, я думаю, ему просто по барабану. А тут, понимаете, контракты и терять, естественно, эти деньги не хочется. В данном случае просто, мне кажется, играет отсутствие какого-то разнообразия непосредственно в музыке, в общем, не в одном альбоме, не в одном сет-листе, а вообще в том, что ты играешь. Потому что, ну, вы сравните несколько песен, они все одинаково звучат, у них мелодика, конструкция даже у всех одинаковая. То есть это коммерческий проект, который... Для того и коммерческий проект, чтобы он быстро выстрелил и быстро, как-то, знаете, сдулся. Но он держится на плаву как раз за счет того, что они постоянно выступают и катаются. Вы просто послушайте, например, последний альбом, да, 30 секунд до марта, и послушайте альбом, с которым они выстрелили. Альбом, с которым они выстрелили, просто весь наполнен хитами. Да, и постепенно их становилось все меньше и меньше от альбома к альбому. Они все написаны по шаблону. И, соответственно, вам просто в какой-то момент, в таком вот случае вы просто те же самые 30 секунд до Марса возьмите, начните слушать 5 раз один и тот же сет-лист в день, там, на протяжении, там, нескольких недель, да вы с ума сойдёте, реально, вам просто это реально даст, вы захотите послушать что-нибудь, и я не говорю, что вам надо слушать только эту музыку, вы можете слушать ещё что-то, но вы просто не сможете что-то ещё слушать, потому что пока вы слушаете 5 раз сет-лист, полутора, там, или двухчасовой, вы понимаете, да, то есть вам нужно, там, сколько, 4, там, 5 часов на то, чтобы это дело сделать, если там сет-лист, допустим, час, или, там, 40 минут, вы просто реально начнёте сходить с ума, и мне кажется, это как раз является причиной того, что, допустим, такие музыканты, как Дэвин Таузен, не перегорают в этом плане, то есть он ездит, ему каждый концерт в кайф, Металлика ездит, им каждый концерт в кайф, потому что ребята живут этим, и они могут сет-лист поменять просто за 15 минут до выхода, на сцену, мне кажется, потому что, сколько я смотрю, они такие, давайте сегодня сыграем этот, они такие, не, сегодня душа не лежит под этой песней, то есть я сколько этих видосов видел, это реально так и выглядит, а когда у тебя сфокусированный какой-то сет-лист, и не то, чтобы мало композиций, они все слишком одинаковые, мне кажется, это реально уже начнёт в голове наводить какого-то шороха, и тебе захочется чего-то ещё, из-за чего разные музыканты внезапно в какой-то другой стиль уходят, вот именно по этой самой причине, потому что одно и то же, ему просто надоедает делать одно и то же, нету интереса к этому. Напишите мне в комментариях, что вы думаете по этому поводу, и не забудьте подписаться на канал, кстати, подписывайтесь на меня ещё в соцсетях, все ссылочки есть в описании, ну и, соответственно, там, где я выкладываю огромное количество разных обучающих роликов, именно на странице Patreon, тоже ссылочки есть в описании, увидимся в пятницу, пока!